Ежедневный контроль за состоянием благоустройства и санитарного состояния курорта – эту задачу выполняют специалисты отдела, который был создан по инициативе главы города Сергея Сергеева в мае прошлого года. С начала года возбуждено административное производство на 1659 физических, юридических и должностных лиц. На заседании административной комиссии рассмотрены представленные материалы. Вынесено 552 предупреждения. По 1107 материалам назначено административное наказание в виде штрафов на сумму 1 млн 424 тыс. рублей. В том числе в краевой бюджет – 437 тыс. в местный – 987,5 тыс. рублей. Львиная доля нарушений выявлена в сфере торговли – 785. Недобросовестные предприниматели открывают незаконные торговые точки, рекламируя свой товар на газонах и тротуарах. Пройти мимо невозможно, просто негде. Работа была направлена на то, чтобы не занимались места прохода граждан. То есть, чтобы были свободные тротуары, чтобы не было на них несанкционированной торговли. Сначала возможно предупреждение. Потом, если физическое лицо, то штраф от 1000 рублей. И при повторном нарушении уже 2500. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то там, соответственно, штрафы выше. Выявлено 750 нарушений в сфере благоустройства. Проведена большая работа с застройщиками. Специалисты управления проверяют законность каждого строящегося объекта и работ, проводимых в городе. Незаконное разрытие на Пионерском проспекте обошлось организации в штраф более 200 тысяч рублей. Автор разрытия на улице Тругенева также привлечен к ответственности. По данному адресу были выявлены следующие нарушения. Складирование строительного материала и грунта. Проведение разрытия муниципальной территории без разрешения и согласования с органами местного самоуправления. Затем захват муниципальной территории при устройстве ограждения строительной площадки. С начала года по решению межведомственной комиссии демонтировано 44 некапитальных объекта. По решению суда под снос ушло капитальное строение диско-бар «Пират». Демонтированы торговые точки Ванапина, улицы Гребенской, в станице Благовещенской, в селах Витязево-Суко, а также гаражи на улице Крылова. Лишь в единичных случаях собственники сами демонтируют незаконно установленные объекты. Например, хозяин кафе на улице Трудящихся 253 демонтировал кафе в установленный срок. Собственник проинформировал о том, что его коммерческий объект установлен без оформления в установленном порядке разрешительной документации. Собственнику вручено информационное письмо с целью демонтажа, на что собственник земельного участка добровольно отреагировал и привел прилегающую территорию в надлежащий вид. Специалисты Управления муниципального контроля за 2014 год проверили более 2500 объектов, установили более 200 объектов самовольного строительства. Списки самостроев регулярно обновляются на официальном сайте администрации курорта. В ноябре 2014 года глава города провел аттестацию специалистов Управления муниципального контроля. Сотрудники управления показали высокий уровень знаний законодательства и должностных обязанностей.